Перевод предоставлен пабликом, ссылка на который в описании. Фриск зарабатывала на жизнь музыкой. Она пела в клубах, которые были заполнены бандитами, убийцами и самыми жестокими преступниками, которыми был полон её город. Она считала, что хуже быть уже не может, пока в её жизнь не вошёл порог в виде ухмыляющегося скелета. Его имя – Санс. Она пыталась бежать, но куда бы она ни шла, он везде её ждал. До меня дошли слухи, но я не верила в них. Наш город был большой и жалкой пустошью насилия, нищеты и вечных убийств. И сейчас он приветствовал всех так, как был не лучше. Фриск остановилась расчесывать свои волосы, услышав, как пианист грубо ворчит себе под нос. Она раньше не пела в этом клубе, тут не было даже раздевалки для артистов, чтобы просто переодеться. Фриск переодевалась в женском туалете. Она надела светло-голубое платье с глубоким вырезом, нанесла толстый слой макияжа. После она вышла из туалета, покинув сломанную кабинку после перевоплощения. Укладка прически не отнимала много времени. Это было главной причиной, почему Фриск так коротко подстриглась. В голове мелькали разные глупости, о которых она волновалась, прежде чем выйти на сцену. Надо расчесывать волосы, пока они не станут выглядеть аккуратнее. Заколоть в них цветок, чтобы люди подумали, что она выглядит на миллион. Фриск не слишком заботилась о мнении своих фанатов. Все, что она хотела, это спеть, получить за это деньги и уйти домой, прежде чем она увидит очередную драку между людьми из зала. В последние несколько месяцев гангстеры устраивали жестокие кровавые бои посреди ее песен. И чем это заканчивалось? Ничем. Одни банды заходили на территорию других банд, наркообмен проходил плохо, оружейные сделки шли просто ужасно. Но это не важно, ведь результат всегда один и тот же. Кто-то покидал клуб в черных мешках. Фриск никак не привыкнет. Но зато она стала быстрее уклоняться от пули обломков мебели, которые часто в нее летели. Она пыталась отрицать это, когда была моложе. Но было очевидно. Ее когда-то красивый город загнивал. Во многом благодаря мафии, которая завладела большей частью города. Верхушки мафии управляли всем, от семейных магазинов до полицейских участков. Городские власти были подкуплены. Все до одного. Стояли в красивых костюмах и улыбались честной улыбкой. Бедные, но добрые люди страдали больше всего. Им приходилось платить за защиту. Но они не всегда были способны заплатить. У каждого была цена. Каждый терпел или умирал. Фриск это понимала. К сожалению, она видела, как ее давние друзья теряются в мире легких денег и скорой смерти. В этом году она была на похоронах чаще, чем на днях рождения. Но она не винила их. Ведь в конце концов мир был погружен в депрессию. Сама Фриск не была богатой профессиональной певицей. Прямо сейчас ее концерты проходили в захудалых клубах с еще более захудалыми владельцами. От бизнеса которых разилась сигарным дымом и крепкой выпивкой. Сколько бы Фриск не мылась, запах продолжал преследовать ее. Ее ночная аудитория – это низкосортные преступники. Фриск не судил их по уровню бедности. Ведь большинство хороших людей, которых она знала, просто хотели выжить. Но когда дела шли плохо, даже самый богатый гангстер с его прихвостнем терпел неудачи. Они оба убивали за деньги и власть. Оба вредили невинным людям, чтобы получить желаемое. Фриск очень хочет уехать из этого города. Но она еще не накопила достаточно денег. Она была популярной певицей в таких барах, но платили все равно мало. Она делала все, чтобы заплатить за свою паршивую квартиру и счета. Также ей приходится платить за защиту, которую ее местная полиция требовала от своих жителей. Смотри, последний столик сзади. Ты видишь, о ком я говорю, сладкая? Она была в шоке, увидев доноги. Такая мелкая рыбка, как Фриск, прекрасно понимала, кто он такой. Хозяин жизни. Важная персона. Крупная рыба. И тот факт, что этот говнюк сидел в этом баре, сам по себе удивлял. Этот человек был известен своим дорогим вкусом. Костюм, в котором он был, затмевал остальные, что носило большая часть присутствующих клуба. Но ужасал не дон. Ужасал его компаньон. Джентльмен, сидевший рядом с доном, был, мягко говоря, не из города. И если бы он вошел в клуб один, он был бы мгновенно убит. Но факт того, что он сидит вместе с доном, делает его неприкасаемым. Большинство посетителей клуба старались изо всех сил не смотреть на него. Скажи, он... Сам дон пригласил монстров на сделку. Представляешь, сладкое? Мерзкие монстры. Он совершает ошибку. Вот что он делает. Теряет хватку. Монстры. Этот город опустился настолько низко, насколько это возможно. Фриск нахмурилась от его слов, но продолжала смотреть, хотя ей было не по себе от этого. Она знала, что не следует смотреть на людей, которые отличались от ее расы и вида, как на какое-то представление. Но Фриск ничего не могла с собой поделать. Конечно же, она слышала о монстрах, которые жили в соседних городах, неподалеку от ее собственного. И знала, что они отличаются от людей. Их обычаи и политика были мирами абсолютно отличными от человеческих. Но на самом деле, видеть их было... Это было что-то, что заслуживало второго взгляда. Он был крупным монстром. Был выше и намного больше, чем любой человек. Не толстый. Но нельзя было отрицать, насколько невероятно мощно он выглядел. Телохранители Дона на его фоне были похожи на маленьких мальчиков. Его костюм был даже более впечатляющим, чем у Дона, если такое вообще возможно. Его пиджак, шляпы и брюки были черными, в то время как его жилет был притягательно красным. Фриск не очень любил этот цвет. Но придется признать, что у монстра хороший вкус. В его зубах была толстая сигара. И дым, исходящий от нее, был странный. Это был не серый дым. Это был красный дым, который сворачивался в необычные рисунки, прежде чем исчезнуть. Его размеры и одежда были пустяком по сравнению с тем, как он выглядел на самом деле. У него была огромная улыбка. И несмотря на тусклое освещение, Фриск видела, как золотой зуб мерцал у него во рту каждый раз, когда скелет поворачивал голову. Чёртов монстр! Этот взгляд. Фриск не поняла, почему его маленький дружелюбный жест заставил пробежать по ее спине холодок. Но она быстро отвернулась. Это не важно. Я же не собираюсь разговаривать с ним. Эй, я к ним не прикасаюсь, сладкая. Законом не запрещено смотреть. Ей нужно выбраться из этого города куда-нибудь, где дым от сигарет и оружия не встречал бы ее каждую секунду, каждый день. Где люди действительно переживают, если убивают другого человека. Может, когда она накопит достаточно денег, то сможет переехать в другую страну, поселится в хорошем загородном доме и заведет сад. Она не могла вспомнить, когда в последний раз видела цветок на улице. Она слегка улыбнулась. Ее мама часто говорила о том, что хотела сделать сад, когда Фриск была еще совсем маленькой и... Но вернемся к нашему разговору. Дон совершает ошибку. Как только мы позволим прийти одному монстру, придут и другие. Вот увидишь. Я имею в виду... Посмотри, что происходит, когда впускают... Почему бы тебе не оставить эти гнусные мысли при себе и не начать готовиться к выступлению? Здесь, Дон, мы не должны все испортить. Ты всего лишь обычный пианист. В мире без твоего мнения обойдутся. Конечно, это было грубо с ее стороны. Фриск ничего не знал об этом человеке. Но это не помешало ей почувствовать какое-то удовлетворение, когда лицо пианиста изменилось от дерзкой и высокомерной до разъяренной гримасы. Чертова шлюха. Ты и тебе подобная. Причина, по которой в этом мире так много проблем. Ты всего лишь бессмысленная вещь. Украшение для интерьера клуба. Было приятно это ему высказать. Всякий раз, когда кто-то говорил ей гадости или что-то подобное, Фриск чувствовала, что она больше, чем просто певица из какого-то захудалого бара, которая поет для убийц и преступников. Время для шоу. Она с легкостью спела первую песню. И, к ее удивлению, пианист не допустил ни одной ошибки. Этот парень знал свой инструмент. Жаль, что он был расистским ублюдком. Вообще, Фриск любила музыкантов. Страсть в сердце играет через их пальцы или голос. И всякий раз, когда она говорила с ними, они хотели быть кем-то еще. Прямо как она. Они мечтали выбраться из города и жить в безопасном и красивом месте. Когда Фриск была маленькой, она хотела связать свою жизнь с карьерой певицы. Она мечтала выйти замуж за добродушного музыканта. Они станут знаменитыми и будут петь только в лучших клубах. Заведут детей, которые тоже будут любить музыку, будут петь и играть. Фриск думала, что даже через миллион лет она не возненавидит дар, которым когда-то дорожила. Прожектора всегда были слишком яркими, а места под ними всегда пахли кровью. Аплодисменты и выпивка были пропитаны похотью. Она была слишком слабой для этого города. Она это знала. И, к счастью, больше никто не знал. Ее отец сказал, если она покажет свою слабость людям, гангстерам или преступникам, они съедят ее живьем. Она не сомневалась в его словах. Какая чудесная публика у нас сегодня вечером. И я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы лично поблагодарить мистера Ди за то, что почтил меня своим присутствием. И с терпением отнесся к моему кошачьему визгу, которую я называю пением. Сдерживая рвутные позывы и борясь с собой, она улыбнулась. Фреск отправила воздушный поцелуй старику, который убил так много невиновных людей. Были ли они частью его банды? Или невинными свидетелями? Мне правда нужно уехать из этого города. Есть еще на свете хорошие парни. Слишком много макияжа. Не поймите неправильно, она не возражала против косметики. Время от времени. Но румянцы на ее щеках были слишком яркими. Голубые тени были слишком тяжелыми. А красной помады было слишком много. Но этого постоянно требует владелец клуба. Это то, чего хотят посетители. Мне нужно выбраться отсюда. Нет, прошу. Была только одна причина, по которой мужчина входил в женский туалет. И Фреск узнала, зачем это, когда начала петь. Мужчина, который напал тогда, тоже был крупным. Он схватил ее и толкнул к двери кабинки. И позволил бы себе намного больше, если бы не девушка, которая зашла в этот момент. Она вызвала охрану. И мужчина был обездвижен. Если избит до полусмерти, называется обездвижен. Фреск только открыла рот, чтобы позвать на помощь. Но за дверью играл очень громкий джаз. Давая понять, что шанс позвать на помощь пропал. Она не знала, что сказать, чтобы попытаться отговорить его от того, что он собирается с ней сделать. Сквозь дикий страх, она на секунду задумалась о том, как скелет может сделать что-то подобное. Но ей не хотелось об этом узнавать. Послушайте, мистер. Мне не нужны неприятности. Я ошибалась. Он не собирается меня насиловать. Он собирается убить меня. Не любишь куряк, куколка? Я понимаю. Это отвратительная привычка. Извини, что забрел на территорию без мужчин. В эту дамскую комнату. Но я просто хотел разрешить нашу маленькую проблемку, которая у нас там возникла. У них не было проблем. Фриск ничего ему не сделала, так что проблем не будет. Видишь ли, куколка, я заметил, что ты пялилась на меня. Так вот почему он тут. Должно быть, он был оскорблен тем, что она смотрела на него. Конечно, он был зол и хотел поговорить с ней о ее поступке. То, как он разговаривал с ней на одном уровне, пугало. По крайней мере, он не был грубым или жестоким. Пока. Фриск ничего о нем не знала, кроме того, что он был монстром, который сидел с Доном. Только люди, которые были похожи на Дона, сидели рядом с ним. Это плохая новость. Тем не менее, она также знала, что не может позволить себе оскорбить его снова. Поэтому она глубоко вздохнула и улыбнулась, как только могла. Она всей душой надеялась, что сможет спокойно поговорить с ним, чтобы в итоге не пострадать. Послушайте, мне правда жаль, что я смогу... Правда? Я уставился первым. И мне понравилось то, что я увидел. Страх быть изнасилованной возродился снова. Она посмотрела мимо него в сторону двери. Он выглядел большим и медленным. Может, она пробежит мимо него? Возможно. Скажи мне, куколка, а тебе нравится то, что ты видишь? Не этого вопроса ожидала Фриск. Но мгновенно в ее голове проявились все причины, почему ей не понравился тот, кого она увидела. Очевидно, он был опасным преступником, который хорошо ладил с убийцами. Он выставлял на показ свое богатство. От него пахло пистолетным дымом и кровью. Когда Фриск открыла рот, с ее губ слетело лишь одно слово. Она даже не хотела этого говорить. Она действительно не хотела. Она не глупа. Но оно выскользнуло из ее уст. Нет. Глава вторая. Рано или поздно ты станешь моей. Деловая сделка. Через дверь Фриск услышала, как джаз-группа доиграла песни. И последовавшие аплодисменты были оглушительнее по сравнению с теми, которые получила она после своего выступления. Она не могла сказать, что ревновала. Она слышала, что парни в группе были потрясающе талантливы. А их красивая внешность притягивала много поклонниц. Фриск знала, они заслуживают аплодисменты за их талант, а не за свою внешность. У них все еще была любовь к их музыкальному дару. Фриск презирала свой дар. Поэтому было правильным, что люди, которые любили свой талант, получали такие овации. Зрители затихли, с нетерпением ожидая начала следующей песни джаз-группы. Это был тот момент, когда Фриск могла позвать на помощь. И шанс, что кто-то ее услышит, был велик. Она не могла закричать. Воздух вышибло из ее легких, когда этот огромный скелет ударил ее о стену. От сильной и беспощадной хватки этого скелета, впечатывающего ее в стену, Фриск почувствовала что-то еще на своем теле. Что-то очень тяжелое и неприятное, сосредоточенное на ее груди, словно какой-то невидимый груз. На мгновение Фриск показалось, что он напугал ее так сильно, что у нее случился сердечный приступ. Но эта мысль исчезла так же быстро, как и появилась. Да, ее сердце билось с бешеной скоростью. Да, страх затуманивал ее мысли. Но разве сердечный приступ не должен быть болезненным? То, что происходило в ее груди, доставляло больше неудобства, чем боли. Это было необычно и не казалось опасным для жизни. Чувство опасности вызывал сам скелет. Как сказал ее отец, если ты покажешь свой страх, они съедят тебя заживо в этом городе. Конечно, этот монстр скорее всего знал, что она была в ужасе. Она больше не собиралась его бояться, и она не позволит запугать себя еще сильнее. не нравится тот, кого ты видишь. Разве это не оскорбительно и грубо, детка? Заигрывание, которое было в его голосе секунду назад, исчезло. Сначала Фриск не поверила, что он это сказал. Он действительно оскорбился тем, что она не была в восторге от того, что в женском туалете к ней подошел мужчина, которого она видела впервые. Он серьезно назвал ее грубой? Он издевается? Одного взгляда на его лицо и странный красный дым, льющийся из его глазницы. Было достаточно, чтобы понять. Он настроен серьезно. Когда она поняла, что он действительно оскорблен, ее страх исчез. Часть разума умоляла ее извиниться перед этим массивным и явно могущественным монстром. Давай, Фриск, все хорошо. Просто скажи ему то, что он хочет услышать. Если бы этот джентльмен не сказал ей, что она оскорбила его, Фриск, возможно, извинилась бы и возненавидела бы себя за это. Бывают моменты, когда можно что-то сказать, а бывают, когда лучше просто молчать. И сейчас, безусловно, нужно молчать. Но он сказал «Оскорбила». Ох, этот гад оскорблен, да? Другая часть разума залилась. Фриск пришлось бороться с самой собой, чтобы саркастический смешок не вырвался из нее. Дорогая одежда, золотые украшения, сидит и сотрясает воздух с этими преступниками, а потом заходит в женский туалет и нападает на нее. О, она была грубой, а он был оскорблен! Бьюсь об заклад, я знаю, почему он оскорблен. Он, вероятно, такой же, как и все эти богатые гангстеры вокруг нее. Думает, что раз он богат и могущественен, то может делать все, что хочет и получать все, что угодно одним щелчком пальцев. Привык, что женщины ему раньше не отказывали. Держи пари, его богатство и влияние заставляют женщин падать на колени перед ним. Фриск знала много красивых и роскошных женщин, которые использовали свою внешность и очарование, чтобы привлечь внимание элитных преступников. Это был один из способов выжить в этом мире. Фриск не осуждала их, но поклялась, что никогда не станет одной из тех женщин, которые живут с убийцами на кровавые деньги. И этот ублюдок взглянул правде в глаза. Она не бросится в его объятия из-за его богатства и дорогого костюма. Забудь, она уважает себя. Он заставит ее пожалеть? О, да. Опасалась ли она, что он может убить ее? Только небольшая часть ее. Грубиянка. Другая ее часть все еще бушевала из-за его слов. Это было просто смешно. Она честно думала, что научилась различать ситуации, когда она может высказать свое мнение, а когда ей приходится просто молчать. Сегодня она собирается заплатить высокую цену за свое самоуважение. Отойди! Знаешь, малышка, когда я впервые увидел, что мы смотрим друг на друга, я, честно говоря, подумал, что нас влечет друг к другу. Я знаю, что так было со мной. Знаешь, я ведь скелет, у меня слабость кожи, а у тебя она такая красивая, мягкая, гладкая, просто безупречная. Такая неподходящая песня для изнасилования и убийства. Она знала, почему ее мужество исчезло так же внезапно, как и пришло. Она ожидала, что он будет жестоко избивать ее, ожидала, что он будет оскорблять ее, швырнет ее на пол, прежде чем сорвет с нее одежду, сделает то, что он собирался сделать, а после оставит ее тело, пока какая-нибудь случайная женщина не найдет ее. И Фриск принимала эту участь. Ей будет плохо, но она смирится с этим, потому что она боролась бы с ним до конца. Она бы не позволила ему сделать это с ней без боя, но он не делал ничего из этого. Она была в панике, потому что понятия не имела, что он собирается делать. Его грубый голос был мягким, он делал ей комплименты и даже пальцем ее не тронул. А твои волосы такие блестящие и мягкие, похоже на шелк. Его рука мягко окунулась в ее волосы. Фриск сглотнула, но скелет, похоже, не заметил. О да, как я и думал, прямо как шелк. Он, казалось, наслаждался мягкостью ее волос. Фриск испытывала противоположное чувство. Хе-хе-хе-хе. Думаю, поэтому я смотрел на тебя. Не могу не любоваться такой красотой. Его прикосновения вызывали лишь отвращение. Она хотела, чтобы он оставил ее в покое. Она буквально чувствовала запах сигарного дыма и крови, исходящего от него. И чем ближе он подходил, тем сильнее она чувствовала его. Этот запах вызывал страх каждый раз, попадая ей в нос. Это моя причина, почему я смотрел. Скажи мне, куколка. Почему ты пялилась на меня, если я был тебе неинтересен? Она пыталась оттолкнуть его, пыталась пошевелиться. Тебе не обязательно отвечать, я уже знаю. Но странный, невидимый груз не давал шевелить ей руками и ногами. Если бы она не была так напугана, ей было бы интересно узнать, что именно происходит с ее телом. Тебе не обязательно отвечать. Я знаю ответ. Но не сейчас. Вы люди не совсем воспринимающий вид, едва терпите-то друг друга. И конечно вы не находите кого-то вроде меня приятным для глаза. Я для тебя не более чем урод, не так ли? Всего лишь аттракцион для твоих прекрасных глаз. Предмет для насмешки. Она не задавалась вопросом, как он делал это с ее телом. Ее не волновало то, что он очень силен, велик, или то, что он дважды ударил ее головой о стену. И не волновали его нежелательные ласковые прикосновения. Все это неприятные и кошмарные чувства. Но они были ничтожны по сравнению с его обвинением. Спорим, ему еще никто не противостоял. Никогда больше. Слышишь? Не обвиняй меня в расизме. Ты можешь оскорблять меня сколько угодно. Я приму это с улыбкой на лице, но никогда не называй меня расисткой, ублюдок. Она была решительной и гордилась тем, что не судит людей по внешности. Так, как делали остальные люди в ее городе. Она жила так, как учили ее родители. Так, чтобы ее уважали. Единственная причина, почему я смотрела на тебя там, это то, что ты сидел рядом с Доном. Ты запала на этого старика? Я не западаю на преступников бандитов или на преступников монстров, которые думают, что могут зайти в женский туалет, просто потому, что увидели там кого-то, кто им понравился. Исчез. Но как? Он не не слышал, чтобы он двигался. Что? Он вошел в одну из кабинок? Неважно, самое время уйти. Как? Куколка, ты такая милая. Ты знала? Понимаешь, я расстроенный зол из-за небольшой деловой встречи. Дай пройти. Сейчас, сейчас, куколка. Она немного знала о монстрах, но видимо, они могли делать какие-то безумные вещи. Например, исчезать и появляться из ниоткуда, использовать невидимую силу. Что-то, что она бы никогда не использовала. Особенно, после того, как эти странные способности применили против нее. Мы не с того начали. Давай попробуем снова. Как твои дела, малышка? Мое имя Санс. Скелет Санс. Даже несмотря на то, что он старался выглядеть безобидным и вежливым для нее, куколка уже не желала сжать его руку. Вдобавок, она осторожно попятилась от него назад. Ее милая личико искривилось в выражении, которое Санс мог описать как отвращение, недовольство, страх и обиду. Какая же она милая. Он пытался не засмеяться, когда заметил, что она смотрит на дверь, оглядывая его плечо, делая болезненно очевидным, что она хочет уйти, так и не поговорив с ним еще хоть секунду. Но к несчастью для его маленькой леди, Санс управлял этим шоу. Она уйдет только тогда, когда он скажет ей все, что хотел сказать. Он все еще держал руку, на случай, если она все же ее пожмет. Он не мог держать себя в руках. Его глаза блуждали по ее милому нежному телу. Он снова почувствовал, как его душа с нетерпением стучит у него в груди. Видеть ее на сцене разодетой в это развратное платье было истинным удовольствием. Его раздражал тот факт, что все остальные тоже смотрели на нее. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не убить всех мужчин и женщин, которые пялились на нее. Сдерживался, чтобы не убить старика, сидящего справа от него. Он контролировал себя. У него еще будет время для веселья, но не сейчас. В его защиту скажу. Он планировал предстать перед ней более достойно, но когда она отправила воздушный поцелуй Дону Ди, остатки терпения и разума покинули его. Он знал, что это всего лишь часть шоу, но Папирус всегда говорил ему, что у него проблемы с гневом и ревностью. И его младший брат был прав. Может, он бы и пожалел о своем решении, но увидев ее в этом очаровательном безразмерном платье-свитере, его душа без этого дешевого макияжа и откровенного платья. И он был единственным, кто смог это увидеть. Видеть ее такой, такой. Он приложит все усилия, на которые только способен, чтобы загладить свою вину за то, что напугал ее и ударило стену. Не то, чтобы он чувствовал себя виноватым. В конце концов, он сделал ей комплимент, а она оскорбила его. Ее нужно было наказать за такое неуважение. Он загладит свою вину перед ней. Ее красивые глаза теперь были сосредоточены исключительно на нем. Ему нравилось это. Ему нравилось чувствовать, как ее душа борется с его магией. Ему нравилось, как эти сердитые, полные страха глаза смотрели на него и только на него. Чувствовать, как ее душа сражается с ним было потрясающе. Невероятно. Он желал сделать это с ней снова. Может позже, если она опять начнет капризничать. Тебе стоит быть повежливей, малышка. Это сделает твою жизнь намного проще. Но уже довольно поздно и ты наверное устала. Так что я прощаю тебя за эту стычку, как будто и не было. Боже, она такая милая. Он должен отдать ей должное. Она сдерживала свой гнев. Она не сорвалась на него в третий раз. Значит она поняла, как надо обращаться с таким элитным мужчиной, как он. Она просто забывала, когда злилась. Не самая безопасная черта характера. Но если бы она совершила ошибку снова, он бы позволил ей это сегодня. не нас будет достаточно времени, чтобы узнать друг друга получше. Риск. Она вообще может быть немилой. Как ты узнал мое имя? Видишь ли, куколка, мои братья и я монстры. Мы управляем особым видом бизнеса в нашем городе. И мы хотим расширить наш бизнес в вашем городе. Поэтому прежде чем встречаться с Доном Ди, я осмотрел ваш город, чтобы выяснить в каком районе нуждаются в наших услугах. Как видишь, хоть я и огромен, но я могу исчезать и появляться, не попадаясь никому на глаза. К его радости, ее замешательство начало переходить в дикий гнев. Снова. О, она стала его испытанием. Но, как известно, только самые сложные испытания имели самые дорогие награды. Все, что я делал, это ходил по вашим барам и подслушивал разговоры. Ну, знаешь, чтобы понять, как все устроено в этом городе. Ты поешь во многих длинных барах. Сан снова почувствовал, как его гнев вспыхнул при мысли о тех, кто глазел на нее. Но он попытался подавить свою ревность. Ему не надо об этом беспокоиться. Я видел тебя. Я захотел тебя. И поэтому разузнал о тебе все, что только мог. Иногда преследовал. Я даже узнал, что ты не расистка. Просто хотел посмотреть, как ты отреагируешь. Итак, я узнал твое имя. Ты польщина, куколка. Я ленивый парень, но ты во мне что-то зажгла. Да нет, это просто шутка была, малышка. Перед тем, как ты вышла на сцену, они объявили зрителям твое имя. Забыла? Но если серьезно, малышка, я и мои братья проведем некоторое время в вашем городе. И я уверен, что мы еще встретимся. Мы с тобой сходим куда-нибудь поужинать. Поверь, плохо ты свое время не проведешь. Хм. Запомни мои слова, придурок. Мы с тобой не будем проводить время вместе. Хе-хе-хе. Не волнуйся, куколка. Я хорошо запомнил. Если бы он был терпеливее, а не набросился на Фриск, возможно, она бы села с ним рядом. Сейчас. Это заняло больше времени, чем я ожидал. С того момента, как он впервые встретил этого старого ублюдка, Санс презирал его. Санс притворялся, что уважает его, для того, чтобы план Вингденса сработал. Но этот старый хрен не оказывал им ответного почтения. Дон не скрывал своего отвращения к Сансу и не скрывал своей неприязни и ненависти к монстрам в целом. Говорил, что их вид был ошибкой природы, но Санс терпел. Утешало то, что это невыносимое сотрудничество будет очень коротким, если все пойдет по плану Вингденса. Когда планы придумывал Вингденс, все шло идеально. Санс не мог дождаться, чтобы показать Дону Ли, насколько хрупким было человеческое тело. Прошу прощения, Дон Ди. Монстрские дела и все такое. Он чувствовал, что частичка его души умирает каждый раз, когда при встрече ему приходилось целовать этого старика. Ну что ж, это была наша последняя песня. Всем спасибо! Монстр, понятия не имею, почему ты позвал меня навстречу в этот клуб. Напитки отвратительные, выступления заурядные, а еда просто ужасна. Санс напрягся из-за оскорбления Доном Фриск, но ему придется закрыть на это глаза. Сейчас он должен быть доброжелательным монстром, который был благодарен за то, что вел дела с таким могущественным человеком. Да, но мой босс хотел чего-то скромного. Вместо получше этого привлекло бы нежелательное внимание ваших врагов. На данный момент мои враги даже прикоснуться ко мне не смогут, монстр. Но я ценю конфиденциальность, которую это место предоставляет мне. В свой дом я тебя пустить не могу. Ну, а здесь меня с монстром вряд ли увидят мои партнеры по бизнесу. Видите? Все выигрыши, Донди. Я убью тебя, человек. И буду делать это долго и мучительно. Но давайте перейдем к делу. У моего брата есть все оружие, которое вы только пожелаете. Оно готово к отправке в любой момент. И взамен все, что вы монстры хотите, это небольшой кусок территории в моем городе, чтобы вести свой я должен поддерживать репутацию. Я стану посмешищем, если мои партнеры узнают, что я веду дела с монстрами. Вы не будете посмешищем, когда ваша банда будет держать в руках наше оружие. Санс охмыльнулся, когда увидел, что глаза старика заблестели от жадности. Некоторые люди слишком предсказуемы. Санс продолжил. С помощью нашего оружия вы не только сможете контролировать свой вы даже можете расширить границы своей власти в других городах. Санс шароко охмыльнулся, когда увидел, что сомнения Дона пропали. Как он и сказал, Дон слишком предсказуем. Ага, полагаю, что без небольшой территории в этом городе я не обедняю. Только если вы будете сообщать мне о сделках с посторонними людьми. Вы снял? Я все еще управляю этим городом, монстр. Вы будете спрашивать у меня разрешение, как и все остальные, когда ваши сделки будут выходить за пределы моего окружения. Это ясно? Угу. Хорошо. Теперь, что касается вашей территории, просто дайте мне пару дней, чтобы выяснить, какая будет лучше для вашего бизнеса. Санс быстро поднял руку, прервав Дона, стараясь сохранить спокойствие на лице, хотя его душа билась как бешеная от нарастающего волнения. Это был тот момент, которого он так долго ждал. Мои братья и я хотели бы территорию вокруг городского парка. Эту? Но это же самая бедная часть города. Там только несколько семейных магазинов да квартиры. Мои люди там собирают только плату за защиту. Этот район едва приносит доход, монстр. Это не лучшее место для старта вашего дела. При всем уважении Дон Ди я не соглашусь. Есть и другие вещи, которые я мог бы получить там. Глава третья. Рано или поздно ты станешь моей. Новые боссы. Санс открыл входную дверь и раздраженно вздохнул. Недавняя встреча с Доном Ди выбесила его. Разгневанный и раздраженный, одержимый мыслью об убийстве, жаждующий своей любимой горчицы. Но, к сожалению, из-за незначительного территориального спора между Вингденсом и Грилби, старший брат запретил Сансу и Папирусу ходить в заведения, принадлежащие огненным монстрам, а именно в популярный ночной клуб-бар у Грилби. Для Папируса это не было проблемой. Младший скелет говорил о ночном клубе у Грилби «Грязная дыра для убоких». Но для Санса Магазинная горчица ждала его в холодильнике. Она не сравнится с той, что подают в баре у Грилби. И хуже всего то, что бар огненного монстра был всего в паре зданий от дома братьев. Санс прошел мимо него буквально четыре минуты назад. И желание выпить его любимый напиток было почти неконтролируемым. А после сегодняшнего вечера ему нужно было выпить лучший напиток. Человеческая выпивка была отвратительна. Просто ужасна. Она чудовищно пахла. Так еще и на вкус было как дерьмо. Скелет подавился и закашлялся от этого пойла. Дон Ди и его ребята рассмеялись над ним. Воспоминание об их насмешке чуть не заставило Санса прийти в дом к этому старому херу и убить каждого, кто там был. Самым ужасным и жестоким образом, который только можно было придумать. Сделать это настолько кроваво и настолько кошмарно, что ни один человек не посмеет смеяться над ним снова. Брат! Ты опоздал на целый час! Как прошла встреча с человеком? Санс посмотрел на Папируса. Несмотря на то, что Санс был старше на несколько лет, Папирус был выше его. Черт! Младший Гастер перерос большинство монстров Фелл-сити. Глобный взгляд и дурной нрав. Обще известный факт. Если кто-то поведет себя не так, как надо в присутствии Папируса, закончит свое существование на месте. Так что Санс не удивлялся, если мелкие бандиты переходили на другую сторону улицы, когда к ним на встречу шел Папирус. Санс был также известен из-за своего характера, но в отличие от Папируса он контролировал себя лучше. Это было главной причиной, почему Вингденс выбрал его, а не Папируса для деловых встреч с людьми. Если бы Папирус был на той встрече с Доном Ди и услышал, что он говорит о монстрах, брат убил бы каждого человека в клубе, не моркнув и глазом, в том числе и малышку Санса. Несомненно, Санс был благодарен Вингденсу Дома, но сейчас его любимый красный галстук свободно висел на шее, а черная рубашка была наполовину расстегнута и помята. Че как, босс? Папирус поморщился от этого прозвища. Именно поэтому Санс всегда его так называл. Папирус считал, что боссом называют убогих бандитов их убогие шестерки, а Папирус не был обычным бандитом. Он доказывал это другим монстром, если это было необходимо. Но большинство монстров уже узнали об этом, когда впервые несколько лет братья Гастеры создавали свою репутацию. Можно сказать, это было довольно пыльной работой, но Санс признавал, что в то время было вполне весело. Ты знаешь че как, брат? Ты опоздал на целый час! Как прошла встреча? Брат! Санс! Санс, уже поздно напиваться! Ох, как же все изменилось. Санс начал было что-то говорить, но передумал. С самого раннего возраста Санс понял, что ссоры с младшим братом не бывают только словесными. Они постоянно дрались и Вингдинсу вечно приходилось их разнимать. Драка с Папирусом не была проблемой для Санса, так как он бы боролся до победного. Проблема была в том, что было поздно и Вингдинс скорее всего уже спал. Сансы Папируса ранних лет знали, что не стоит будить Вингдинса, если он лег спать. Вингдинс привык к громкости Папируса, но шум драки между его младшими братьями точно бы его разбудил. Ладно. Сядь, я расскажу тебе, как все прошло. Что сказал человек? Ты получил район рядом с водой? Сколько там стоит защита? Когда мы сможем продвинуть и там наш бизнес? Окей, бро, не сердись. Но я не спрашивал о районе рядом с водо... Санс, я хотел этот район. Это идеальное место, чтобы ознакомить этих жалких людей с нашими порядками. Все эти рестораны бедствуют без моего управления. Да, Санс признавал, что это был достойный район. С довольно богатыми предприятиями. И что не менее важно, он кишал людьми, на которых легко повлиять. А с такими людьми план Вингдинса реализуется намного быстрее. Но в этом районе не жила его малышка, которая просто умоляла порезвиться с ней. Санс думал о том, как ему будет весело с ней. Да ладно, бро, не дуйся. Великий Паперос не дуется, брат. Слушай, я знаю, что ты положил глаз на это место, но по сути в этой местности живет мало людей. Они открывают свои магазины утром, работают, закрываются в конце дня и возвращаются домой в другие части города. А Виндингс сказал, что нам нужна территория с людьми, над которыми мы получим контроль. Плюс рядом с парком есть один или два ресторана. Полагаю, ты прав. Они должны знать, что наше великолепное присутствие будет постоянным. Дадим понять, что теперь мы управляем ими. Покажем им, что мы никуда не денемся от них, бро. Ага. Великий Паперос справится с переменами в плане. Когда мы сможем перебраться туда и предстать перед людьми, брат? Ди хочет получить свое оружие к концу недели. Но он сказал, что нам можно предстать в качестве новых землевладельцев завтра утром, когда люди будут платить за защиту. Завтра? Черт! Санс моргнул от удивления. Паперос очень редко чертыхался. Он говорил, что это ниже его достоинства. Я должен отрепетировать свою речь! Паперос хотел отправиться завтра рано утром в город к людям. Санс это устраивало. Интересно, Дон Ди знает о том, как его головорезы управляют этим районом? Малышка Санс была ответственной за сбор и доставку денег за защиту от жителей ее дома. Санс не упустит возможность увидеть этот очаровательный взгляд полный удивления и ужаса. Проснулась Фриск с головной болью. Каждый раз после ее работенки в клубах она чувствовала себя ужасно. Она точно не знала, почему каждое утро после ее выступления у нее так безжалостно болела голова. Но эта боль обязательно появлялась каждое утро. Возможно, головная боль была результатом того, что Фриск дышала сигарным дымом в клубах каждую ночь. Или из-за громкой музыки и аплодисментов толпы, которые разрывали ее барабаны и перепонки. А может из-за того, что она через силу заставляла себя улыбаться, каждый раз выступая на сцене. Наверное, из-за всего вместе. Фриск точно не знала. Единственное, в чем она была уверена, так это в том, что головная боль будет преследовать ее весь остаток дня. И вдобавок ко всему, было первое число месяца. День, когда прихвостень Донади забирал деньги за защиту. Этого бандита звали Ник, и он не горел желанием собирать деньги с каждого жильца дома сам. Было более 60 квартир. Непосильная работа для одного парня за один день. Поэтому, после второго месяца после захвата шайки Донади этой территории, Ник велел жителям дома выбрать человека, который будет собирать и приносить ему деньги. Конечно, это касалось не только ее дома. Продуктовый магазин, две маленькие закусочные и местная церковь также должны были платить. Ник велела им выбрать доставщика денег. После встречи с монстром, который представился как Санс прошлой ночью, Фриск не смогла заставить себя раздеться и принять душ. Она пыталась. Она не хотела признавать это, но скелет запугал ее так сильно, что она чувствовала себя как десятилетняя трусливая девочка. Если бы ее родители были живы и жили бы с ней, Фриск спала бы с ними. Вместо этого она забрала одеяло и подушку из своей комнаты, легла на диване в гостиной, где было самое яркое освещение, и погрузилась в беспокойный сон, вздрагивая каждый раз, когда ее разум позволял образу этих красных глаз возникать в ее снах. Да, он сказал, что пошутил о том, что преследовал ее, но Фриск не могла понять, когда он врал, а когда говорил правду. Фриск знала множество неприятных и пугающих людей, она понимала, когда ее кто-то обманывает, но Сансом, да, было тяжело понять что-то по его лицу, он почти не моргал, а его улыбка не сходила с лица, у него не было мышц и кожи. Знаешь, я ведь скелет, и у меня нет кожи, а у тебя она такая красивая. Это не важно. Даже если он говорил правду о том, что будет в городе какое-то время, не факт, что они встретятся снова. Она быстро приняла душ, надела желтое платье со свитером, убрала волосы в маленький хвостик и, быстро оглянув себя в зеркале, собралась обойти каждого соседа и собрать их заработанные трудом деньги. Она должна будет передать их в руки старика, который совсем квартиры маленьких магазинов для Дона Ди были всего лишь мелочью для карманных расходов. Но если кто-то не заплатит... Первый месяц, когда Ник только начал собирать деньги для Дона Ди был просто ужасен. Трое человек не смогли заплатить ему. Три квартиры опустили. После этого все платили до последней копейки. Приск убедилась в этом. Она тяжело вздохнула. С ее замечательных и бедных соседей. Она была рада тому, что они понимали, как она ненавидела делать это. Жильцы дома были очень напуганы и не хотели идти к Нику после того, как он убил тех троих людей. Поэтому было неудивительно, что все сразу согласились, чтобы Фриск доставляла деньги. Она сама вызвалась. Деньги сдали все, кроме молодой женщины с тремя детьми. Милая, пухленькая Мистин была в панике, на грани истерики, когда рассказывала Фриск, как один из ее детей заболел, и она потратила деньги на доктора. Фриск кивнула, веря ей, мысленно отмечая, кто не заплатил. Она поднялась на следующий этаж. Заплатили все, кроме двоих. Первый, толстый строитель, который только недавно начал работать. Самый любезный парень в мире. Фриск прикусила губу, когда он заплакал прямо перед ней, умоляя попросить у Ника еще несколько дней отсрочки. Она кивнула ему, но ей не хватило духу сказать ему, что к концу дня он будет мертв, если она передаст его просьбу Нику. Следующей была женщина инвалид. Она не могла заплатить. Фриск тоже дала ей обещание поговорить с Ником. Хорошо, три человека не заплатили. Уже два часа Фриск стучится в двери. Люди либо отдавали ей деньги, и она наспех складывала их в конверт, либо просили прощения. Закончив, она пересчитала деньги, а двое смогли заплатить лишь половину. Она уже опаздывала на час. Ник злился, когда люди опаздывали. Он считал это неуважением, поэтому у владельца продуктового магазина сейчас только одна рука. Опоздаешь больше, чем на два часа, потеряя что-то от своего тела. Фриск ненавидела таких людей. Она должна уехать из этого города. У нее остался один час, ей нужно поторопиться. Уберусь дома, когда вернусь. Она не собиралась ничего делать, когда вернется, кроме как сходить в библиотеку. Тишина всегда помогала справиться с ее головной болью. Она накопила достаточно денег со своих выступлений. Их почти хватало, чтобы уехать. Она очень хотела этого. Она пообещала своим родителям, что уедет, но она накопила достаточно денег. Почти достаточно, чтобы покинуть это богом забытое место. Она пообещала своим родителям, что уедет, но многое изменилось. Она любила своих соседей. Все они добрые, трудолюбивые люди, которые отвергают преступный образ жизни. Таких честных и трудолюбивых людей так мало в этом мире. Риск дала обещание самой себе, что по возможности поможет каждому хорошему человеку. Таких людей нужно беречь. Им нужна помощь. Он заберет каждую копейку с каждого. Она уверена в этом. Резко глянулась вокруг своей грязной комнаты. Она явно нуждалась в уборке. Похоже, это займет много времени. Да, похоже, мне это все не убрать за один день. Возьмусь за уборку завтра. Ну или нет. Не поймите неправильно. Фриск понимала, что он молится о ее благополучном возвращении. Но любое напоминание о том, что она вполне может умереть во время доставки денег Нику не утешало ее. Но... Если вы думаете, что это поможет мне, молитесь, сколько врезит. Люди, которые не смогли заплатить, стояли у окон и смотрели на нее так, будто ждали смертельной казни. И Фриск знала, «Сегодня вы все будете жить». Никто не помахал в ответ. Они не отойдут от окон, пока Фриск не вернется со встречи с хорошими или плохими новостями и не скажет должникам, сколько им осталось жить. И печальным было то, что бежать было некуда. Куда? На какие деньги? Они могут спрятаться, но тех, кто скрывался, всегда находили. Она опаздывала, равна на один отрубленный мизинец. Фриск пробежала мимо, но она не могла не заметить ужаса на лице женщины. Она собирала деньги с трех магазинов и церкви, после доставляя их Нику. Что же напугало ее, когда она встретилась с этим придурком? Позже Фриск спросит ее, но сейчас проблема в другом, надо побыстрее добраться до офиса Ника. Она потеряла много времени, парк был небольшим, но место встречи было далеко от входа. Она бежала максимально быстро, молясь, что не опоздала более чем на два часа. Давным-давно, когда она была ребенком, ее друзья, еще живые, бежали вслед за ней. Но стали появляться бандиты, их бизнес рос. Деревья рубили, почва гнила, трава стала уродливой и коричневой из-за грязи, а цветы увяли и исчезли много лет назад. Теперь этот парк не место для детей. Игровая площадка до сих пор стояла, но она старая и настолько ржавая, что после игр на ней детям пришлось бы делать прививки от столбняка. Ни один родитель в здравом уме не позволил бы своему ребенку играть в этом месте. Парк заполонили наркомана. Повсюду пустые шприцы. Когда-то этот сарай использовался для хранения садовых инструментов и семян растений. Его перестроили в большое здание, где Ник продавал наркотики, покупал оружие и собирал деньги за защиту. Ох, как же все изменилось. У нее осталось еще пять минут. Выкуси, Ник. Я успела, ублюдок. На этот раз ты никому не навредишь. Ты не на... Эй, сучка! Завязывай терец об мою дверь и тащи свою жопу сюда. О нет. Почему он взбесился? Приск успела. Вдобавок впервые припозднялась. Ему не на что злиться. Господи, какая же тупорылая шлюха. Видите? Говорил же, этот район плохой выбор. Люди, живущие здесь, слишком оборзели. Ник какого уважения. С кем он говорил? Ник сидел за столом. Он был в бешенстве. Это означало, что кто-то поплатится за что-то. И Фриск знала, кто и за что. Но боялась она не его. Слева от Ника стоял высокий скелет. Если бы у Фриск была сестра близнец и она встала бы к ней на плечи, она все равно бы не поравнялась с ним. Он должно быть три метра высоту или даже более. Фриск долго смотрела на его обувь. Она никогда раньше не видела, чтобы кто-то носил красные туфли. Но к ее удивлению монстру они очень начало на своих выступлениях. Все они были покрыты шрамами из-за вечных потасовок. Интересно, скелет получил свои трещины в драке? Справа от Ника стоял Санс. Фриск испугалась, увидев его снова. Она точно убежит, если он опять будет на нее смотреть своим пронзительным взглядом. Но он не смотрел, и Фриск осталось стоять на месте. Санс пристально смотрел на Ника своими пустыми глазницами, а Ник даже не замечал. Привыкая к ним, шлюха. Они твои новые землевладельцы. Ты заставила нас ждать почти два часа. Быстрее тащи свою задницу сюда. Так как Донди передал моей семье контроль над этой местностью, его днешнего дня я запрещаю использовать подобный вид речи в моем присутствии. Фриск оцепенело на месте, когда высокий скелет заговорил. В отличие от Санса, его голос был выше и совершенно лишен юмора и мягкости. Он звучал устрашающе злобно и устрашающе и и и и Фриск не показалось? Она точно все правильно услышала? Нет, он теперь главный. Стоп, что? Но если серьезно, малышка, я и мои братья проведем некоторое время в вашем городе. Я уверен, что мы еще встретимся. Нет, Дон Ди не мог. Санс, монстр, который напал на нее прошлым вечером, будет владеть территорией, где она живет? Я извиняюсь, Папирус. Ник был настоящим расистом, но если Дон Ди отдал эту территорию этим двоим, значит они новые боссы, а к боссам нужно относиться с уважением. Единственное, что радовало ее в этой ситуации, видеть, как Ник давится своим же дерьмом. Но с такими людьми нужно разговаривать только так. Скоро вы поймете, насколько ху... эм... Насколько невыносимо местная? Почему ты опоздала на два часа, шлюха? Фриск проигнорировала оскорбление, но не смогла проигнорировать его угрожающий тон. Она знала, что будет наказана сегодня за то, что припозднилась. А если скажет ему, что у нее оставалось еще пять минут, он убьет ее на месте. С ником лучше не спорить. Фриск и местные жители уже это поняли. Не спорить, не опаздывать, платить столько, сколько говорит Дон Ди. Фриск сглотнула и начала гадать, какую руку ей отрубит, прежде чем она скажет хоть слово. Я... Я... Простите, мистер Ник, у меня вчера вечером был концерт и... То, что ты проспала, не оправдание, ленивая шлюха! От... пу... сти... Наша территория наши люди теперь только мы можем указывать местным на их ошибки. Ня-ха-ха-ха! Это верно! Твои манеры ужасны, человек! Ты должен быть терпимее! Маленькая человеческая девушка не заслужила такого отношения! Приск почувствовала, как в ней расцвела надежда. Санс был жестоким, но, возможно, Папирус намного добрее. Может, он будет милосерден с жителями? Может ли она на это надеяться? Она извинилась и признала свою ошибку, что не должна заставлять себя ждать. Поэтому, если она должна быть наказана, то не так жестоко. Возможно, небольшого пинка будет достаточно, чтобы она запомнила урок. Животное... Надежда в ее груди умерла так же быстро, как и появилась. Хе. Ну что ж, приятель, думаю, ты нам больше не нужен. Хе. Тогда пойду. Риск ненавидел Аника. Он убил трех невинных людей и отрубил человеку руку. Бро. Присмотри за ней, пока я не вернусь. Что ж, я тебя подброшу. Так вот, как он оказался передо мной прошлой ночью, когда я пыталась уйти. Расскажи мне о ресторанах в этом районе, крошечный человек. Ник очутился в переулке за любимым баром Дона Ди. Старик пил тут, когда отдыхал от своих тел. Монстр золотым зубом оперся о стену, закурив одну из своих чертовых сигар, от которых шел красный дым. Ник знал, что оружие монстров поможет Дону Ди захватить власти в других городах, но он испытывал отвращение от того, что они должны пожимать руки этим существам. Но Дон Ди велел относиться к ним с уважением, по крайней мере у них на виду. Дон Ди как он расправится с этим уродом за то, что он осмелился прикоснуться к нему. Я слышал, Дон Ди только что покончил с бандой, которая доставляла ему много хлопот. Как они назывались? А, да, Бессмертные. Милые названия. Ага. Эти уроды вырезали буквы на лбу жертв. Как по мне, это какая-то культовая хрень. Дон Ди покончил с этим? А, неприятная стычка. Но мы нашли компромисс. Нашли общий язык. Уже несколько недель между нами не было перепалок. Рад это слышать. Вот что бывает, когда связываешься с женщиной другого мужчины. Санс старался не запачкать жилет кровью. Он не хотел расстраивать свою малышку, когда он вернется. Первая часть плана Вингдинса работала отлично. Теперь нужно просто ждать, пока они не смогут перейти к следующему шагу. А пока Санс проводил свободное время так, как он хотел. Он хотел побыстрее вернуться к своей малышке. Вы люди вообще продаете спагетти? Зато короткое время разговора с этим высоким скелетом, который называл себя Папирус, Фриск кое-что поняла. Он был энергичным. Слишком энергичным. Не успел скелету сесться в старом кресле Ника, как снова встал и принялся расхаживать взад и вперед, пока они обсуждали местные рестораны. Фриск почувствовала тревогу, когда Ник впервые прибыл в качестве нового землевладельца. Он также задавал много вопросов о местном бизнесе. Единственная разница между Ником и Папирусом была в том, что в отличие от Ника, которого больше интересовало насколько успешны были заведения и сколько денег они зарабатывают, Папируса интересовала еда, которая продавалась в каждой забегаловке. Он спрашивал, что она думает о местной еде, что другие люди думают. Также спрашивал, жирная ли эта еда. Потом он попросил перечислить все блюда местных ресторанов. Вопросы о деньгах он не задавал. Ни разу. И это озадачило Фриск. Но вида она не показала. Во время всего разговора он не переставал двигаться. Это утомляло и раздражало, мягко говоря. Фриск с опаской наблюдала, как ее новый хозяин двигался, не останавливаясь. Его громкий голос повышался, а тело было все время напряжено. Фриск была начеку на случай, если он на нее набросится. И как бы быстро скелет не двигался, как бы громко не звучал его голос, она стояла в напряжении во время всего их разговора. Фриск то расслаблялась, то напрягалась снова. Она была начеку, а ноги наготове, чтобы в случае чего убежать. Но растерянность и безысходность были не единственными эмоциями, которые Фриск испытывала из-за высокого скелета. Она заметила, что Папирус, как и Санс, высокомерен и придурковат. Каждый ответ Фриск раздражал и забавлял скелета одновременно. Он отвечал самым самоуверенным и заносчивым тоном. Он усмехнулся, когда она сказала, что в маленькой закусочной, которая принадлежит мистеру Веллу, пекут самые вкусные блинчики, которые она когда-либо пробовала. Папирус прервал ее, когда она начала рассказывать, что в этой закусочной есть вкусная картошка фри и лимонад. Он открыто рассмеялся, когда фриск любезно намекнула, что он не разочаруется, если попробует что-то из этого. Ей повезло, скелет расхаживал по комнате, почти не глядя на нее во время их разговора, а то он бы увидел на ее лице выражение полной неприязни. Фриск не знала, какую сделку заключили эти монстры с Доном Ди, чтобы он отдал им целую человеческую территорию. Она была «Можешь убираться к черту в свой город, если думаешь, что слишком хорош для моего». Он резко перестал расхаживать по комнате, когда задал вопрос про спагетти, и Фриск поняла еще одну вещь. Очевидно, спагетти были для него самой важной темой. Настолько важной, что он замер на месте и начал сверлить ее своим тяжелым взглядом. Фриск была готова поклясться, что они обсуждали у нас. Фа, ты имеешь в виду жирный фастфуд? Брррр. Как, черт возьми, ты можешь что-то пробовать? У тебя даже языка и желудка нет? Недолго думая, она кивнула, соглашаясь с ним, борясь с желанием заступиться за однорукого мистера Слоана, который владел этой небольшой бургерной. Но как бы ей не нравился этот старичок, она не собиралась жертвовать собой, делая ему одолжение. Она дорожила своей головой на плечах. сниным последствием. Она уже была прибита к стене, когда сказала Сансу, что он её не интересует. Фриск могла только представить, что этот более энергичный скелет сделает с ней. Когда имеешь дело с такими преступниками, как Папирус, Санс или Ник, которые считают себя всемогущими, нужно стараться не привлекать внимание к себе или к людям, которые тебе дороги. Не спорить и быть незаметной лучшая стратегия. Молчание моя защита. Но, к сожалению, она уже разговаривала с Сансом. Если бы она знала, что скелет станет владельцем этого района, она бы ответила ему немного иначе прошлой ночью. Отказала бы в более милой форме. Сказала, что у неё уже есть любовник. Солгала бы ему. Я видел тебя. Я захотел тебя. Поэтому разузнала тебе всё, что только мог. Иногда преследовал. Его слова пронеслись эхом в её голове. Фриск не хотела это вспоминать. Говорил ли он правду? Поэтому он завладел этой местностью. Из-за того, что просто захотел её? Или это просто совпадение? Фриск надеялась, что это просто совпадение. Да. Это точно просто совпадение. Зачем такой преступник, как Санс выбрал такую местность для своего бизнеса, основываясь лишь на том, что тут живёт обычная девушка? Фриск была уверена, что Санс известная персона в своём городе. Если бы он не был таким важным, Донди даже не посмотрел бы в его сторону. Особенно, когда он даже не разговаривал с ней. Да и при первом их разговоре, из всех эмоций она показала лишь неприязнь и отвращение. Кроме того, Фриск не могла сказать, что она выглядит мило. В её городе есть много женщин, которые были намного привлекательнее неё. И они охотно согласились бы быть с Сансом. Таких девушек не волнует, монстр с ними или нет. Угу. Это лишь совпадение. Если это не совпадение, то его можно уверенно назвать сумасшедшим. И всё же, когда Санс вернётся, ей стоит попробовать помириться с ним. Может солгать ему, чтобы оправдать своё поведение прошлой ночью. Или сказать, что она отказала из-за того, что помолвлена с другим. Тогда она просто извинится перед ним и уйдёт. Но сейчас нужно подлизаться к другому кретину. Ну да, в закусочной продают жирную еду. Но это доступная и дешёвая еда для многих семей. Особенно для тех, у кого мало денег. Пагетти слишком дорогое для нас блюдо. Ему стало неловко? Хе-хе-хе-хе. Эта территория не... эм... ЗАЖИТОЧНАЯ Он больше не был таким высокомерным, как обычно. Фриск заметила, что что-то изменилось в его голосе. И его напыщенность окончательно исчезла. Он стал более искренним. Также Фриск показалось, что Папирус напрягся после её слов. Он был встревожен. Она могла ошибаться. Трудно что-то понять, смотря на костяное лицо. Может, мысли о жизни в бедности его расстраивают. Но если он действительно расстроился из-за того, что местные жители были бедны, то, возможно, это шанс, чтобы расположить его к ним. Или это глупая затея. Ведь когда дело доходит до размышлений о том, какой будет цена за крышу, отношение к ним всегда оставалось тем же. Многие жители из её дома едва могли заплатить текущий взнос. Если он поднимет цену ещё выше, нужно быть осторожной. Также, возможно, что она не так поняла его неожиданную смену настроения. Но нужно попытаться. Это была возможность, которую она и её соседи не могли позволить себе упустить. Ну да, я бы не сказала, что тут живут богатые люди. В конце концов, это довольно бедный район. Теперь даже улыбка исчезла с его лица. А стук костяшек о стол усилился. Похоже на его расхаживание по комнате, когда он был взволнован. Давай, девочка, продолжай. Медленно и аккуратно. Всё получится. Это одна из причин, почему в наших ресторанах не продают спагетти. Поэтому вредная еда у нас более популярна. У спагетти слишком высокая цена. Их продают только в дорогих ресторанах в более богатых районах. И Фриск не врала. Это действительно слишком дорого. Её знакомые из маленьких забегаловок не купили бы такие дорогие ингредиенты. Это глупо. Зачем тратить деньги на дорогие продукты для блюд, которые никто не сможет купить, когда можно приготовить вкусно и недорого? Фриск не мечтала о спагетти. Бургеры, картошка фри, большая бутылка содовой и огромный кусочек пирога. Вот что она считала вкусным и нужным. Да и вкус спагетти ей никогда не нравился. Даже если они будут бесплатными, Фриск их не выберет. Это странно. В городах монстров это самое дешёвое блюдо. Дешёвое? Этот скелет одет в костюм, который, похоже, стоит больше, чем год аренды моей квартиры. Зачем ему интересоваться дешёвой едой? И когда мой брат готовит спагетти, вкус не похож ни на что, что ты когда-либо пробовала. хм. 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 Пожалуйста, будь осторожна, маленькая человеческая женщина. Такое падение разобьёт твои хрупкие косточки на тысячу кусочков. Хоть я и люблю головоломки, собрать тебя обратно было бы непросто. Я бы не хотел этого делать. Её сердце бешено билось. Фриск задержало дыхание из-за странного запаха. Запах, похожий на соус маринара, ворвался в её нос. Хм. Он просто ходил за покупками. Это странно. Она надеялась, что он никого не напугал по пути. Но если он вёл себя так же, как прошлой ночью, она точно увидит кого-то покалеченного по пути домой. Хм. 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 Если это так, то она точно не будет мириться с ним. Но если её кошелёк и кошелёк соседи будет пустить меньше, Паперу снова стал самодовольным и высокомерным. То сочувствие, которое она увидела в нём, если это было оно, исчезло. Ну, с... спасибо тебе. Не нужно меня благодарить за спасение, Крохотулька. С сегодняшнего дня и впредь мои братья и я будем защищать тебя, твоих соседей, эту территорию от нежелательных проблем. Вся решительность исчезла, когда она поняла, как легко он может её раздавить. Как легко Сан смог раздавить её. Она чувствовала себя как в ловушке между этих двух здоровяков. Да, я знаю, что так будет. Ублюдок. Это так, куколка. Мы позаботимся о том, чтобы все были в безопасности. Хе-хе. Это не похоже на угрозу. Голос Санса был тёплым и мягким. Но Фриск не глупа. Она не поверит, что он может быть добр. Все гангстеры одинаковы. Он либо угрожает, либо притворяется добрым. Скалясь или улыбаясь. Но угроза – это угроза, несмотря на то, как она преподносится. Скажи, босс. Фриск лишь продолжала улыбаться, убеждая себя, что эти два скелета не опасны. Санс! Хе-хе-хе. Прости. Никогда не называй его боссом. Он ненавидит, когда его так называют. Может, даже убьёт за такое. Папс, может, сходишь представишься новым людям в своей роскошной манере. Пусть узнают о нас. Сердце Фриск остановилось. Представиться? Просто сказать привет как обычный землевладелец? Или как ни, когда он только пришёл к ним? В любом случае, Фриск должна предупредить всех в её районе, прежде чем Папирус придётся своим роскошным приветствием. Бог его знает, что он сделает, если кто-то сделает что-то неуважительное в его понимании. Ведь он монстр. Фриск уверена, что некоторые люди могут неправильно себя повести, увидев его. Ужасные кровавые образы пронеслись в её голове. Она так хочет их предупредить. Что ж, с вами было приятно познакомиться, но я думаю, что мне уже пора. Я надеюсь, мы скоро снова увидимся. Только она хотела уйти, как Санс опять резко изменил её планы. Снова. Не волнуйся, куколка. я не отниму у тебя много времени. Нам надо обсудить цену за защиту в этом районе. Ты всё купил? Наша леди была права. Даже самые обычные спагетти были дорогими. Но ты хотел приготовить Виндингсу человеческое блюдо, поэтому я купил всё, что ты просил. И долго он стоял у меня за спиной? Когда Санс ослабил хватку на её руке, Фриск напряглась. Ага. Её испугал тот факт, что он незаметно стоял за ней всё это время. Береги себя, малышка. Увидимся дома, брат. Развлекайся и будь любезен с людьми. Мистер Санс, не могли бы вы сказать своему брату, что мы, люди, ещё не привыкли к монстрам? И что... он может подумать, что люди хотят его оскорбить. Не беспокойся об этом, куколка. Мой брат знает, что они испугаются его вида. Хозяйка продуктового магазина, которая заходила до тебя, удивилась и испугалась. Бедная женщина. Была бледнее призрака. Думаю, у неё был сердечный приступ. Было забавно. Так вот о чём миссис Бис хотела меня предупредить. Если бы Фриск не опаздывала к Нику, она бы морально подготовилась. Он не обидится, если люди будут просто шокированы его видом. Фриск надеялась, что Санс сказал правду. Она искренне на это надеялась. Но пока Санс не отпустил её. Она застряла с ним в этой постройке. И она что сейчас как раз тот момент, когда можно уладить кое-какие прошлые проблемы. Даже если он и заслужил те оскорбления, которые она сказала прошлой ночью. Но что сейчас делать? Нужно ли вообще вспоминать о прошлой ночи? Или поговорить о чём-то другом, чтобы отвлечь его от этой темы? Мистер Санс, скажите. Санс. Просто Санс, куколка. Друзья не нуждаются в таких формальностях. Сейчас ты улыбаешься мне в лицо, а потом вонзишь нож в спину. Я хочу сказать спасибо за то, что ты не дал Нику обидеть меня. Ник плохой человек. Он бы сделал кое-что ужасное, если бы ты его не остановил. Фриск почувствовала его пристальный взгляд, тщательно анализирующий выражение её лица. Но она знала, что ему будет сложно понять об её обмане. Ведь она действительно благодарна за то, что он остановил Ника. Если бы Санс не вмешался... Это, конечно, не изменит её мнение об этом изверге. Но если она покажет, что благодарна ему, поможет ли это усмирить его эго и уменьшить плату за защиту? Или это наоборот всё усложнит и он увеличит плату? Ну что ж, можешь не беспокоиться о нём, куколка? Он постарается больше никого не напрягать. И раз уж мы заговорили о неприятном, я считаю, что должен сказать прости за вчерашнее. Он что, сейчас извинился? Она такого не ожидала. И если уж он об этом заговорил сам, она тоже может извиниться. Но это было неожиданно. Неожиданно и подозрительно. Несмотря на то, что часть её разума молила об осторожности, она почувствовала, как в её груди теплилась надежда. неожиданно. скрыла скрыла его с лица. Всё только начало налаживаться между ними. Нельзя всё сейчас испортить. Намекну ему, что я лучше прыгну в кипяток, чем буду каким-то развлечением для него. Но я вчера так разозлилась по той причине, что у меня уже есть парень, так что...